1 июля открываем сенокос, потому что два тюка осталось, пока высохнет, как раз закончится все. Ну, растет маленько трава. Так, вот здесь это у меня начинается. Здесь я показывал, кто помнит, густая была, там густая была, вроде подтянулась, это 12-го было. Буду здесь катить начинать, потому что здесь не очень удобный пятачок такой. Ну, вот здесь неплохая трава. Ну, почти по капот. Ай, блядь, ямы здесь, сука. Здесь нет ничего. Здесь наводки выравнивал. Пока отрежут. Неудобно здесь крутиться поток. Ну, еще не скоро здесь вырастет, наверное. Да, еще если на Т-40 косить, здесь вообще не очень удобно крутиться. Не, ну, хорошо подтянулось так, с 12-го числа. Что, у нас тут почти три недели. Ну, здесь обычно всегда хорошее. И не очень ровно здесь еще добавок. Ну, а тут тоже сено. Вот так вот косанул полянку. Он здесь обычно тюка-2 выходит. Масса так-то неплохая. Ну, а здесь пока пока не очень. Только растет еще, считай. Хотя вот здесь вообще обычно шикарнейшая масса, типа такой вот, большая. Вот уже она только что-то она сейчас вот, почти ну, не метр, еще под 80. Вообще, ну, сплошной должна быть здесь вся быть такая. Там, ну, вроде, колоски стоят, наверное, тоже еще низенькая. Навоз хорошо сел, дождями пролила. Ну, качет у нас щелевание там сработало, нет? Где-то здесь начинается. Тоже, а вот идет здесь вот мягкая почва, там вот жесткая начинается. А вот она уже пошла. Ну, вот здесь вот, видно, что рядом с бороздками трава чуть больше. Вот здесь вот хорошо видно. В отличие от предыдущего, где все показывает огород, тут. Здесь вот эффект есть небольшой, но он настолько небольшой, что принципиально картина не меняет. То есть здесь вот это побольше травы, чем здесь. Здесь вот есть немного вот эта зона. Да, пожалуй, здесь вот можно сказать, около бороздок сантиметров 20 от борозды идет полоска повыше трава. Да, здесь вот видно сейчас. Тут видно. Да, здесь хорошо. Вот, не знаю, тут вот особенно вот видно. Будет, нет, это передастся. Вот она здесь такая большая. Вот большая. А здесь уже такая более жухлая она. Даже вот по высоте разница есть в сантиметрах 5 от. То есть все-таки рыхление имеет смысл. Надо поглубже, это 10 сантиметров-то ни о чем, но глубже она не лезет. Торыхлительная стойка моя. Нет, здесь вот есть эффект. Я вижу сразу, что здесь намного она позеленее идет. Конечно, она тут не в два раза больше хотелось бы увидеть, но имеет место быть здесь. И даже вот здесь, вот здесь она как бы идет. Да, и здесь тоже, смотрите, есть. И так вдаль смотришь тоже. Не такая большая, конечно, хотелось бы разница, но блин, все-таки рыхление дает определенный эффект. Да, вот здесь вот хорошо видно. Вот это более жухлая в середине такая. Она здесь позеленее даже и побольше. Ладно, косилка становилась, поеду складываться, и в лес поедут на полянках. Кто помнит там, где я прошлый год начинал, нынче показывал, туда ездил. Но если здесь там вот наросла, то там, наверное, тоже должна нарасти недельку. Может, протянем. А там, может, здесь подтянется, как-то, я хрен знает, там, давайте, как говорю, осталось на три дня. То есть четвертого уже нас здесь будет убирать. Или даже третьего. Кстати, в Чечлеване там у меня тоже есть несколько бороздок, но оно особо не ощущается. Косилка сглаживает эти. Единственное ощущается, где эти ямки выдраны. Лобузь ДТ-40, это будет неощутимо. Но на этом чувствуется. Хотя здесь так, как после бомбежки, все перекопано в ямах. Ладно, погнали в лес. Я думал, после моей призы, входы плохие местами, земля пересохла быстро. И еще до после сеялки полно свежих сходов после дождей. Стерневые сеялки были здесь. Тут тоже много прошлепят. Но здесь вот поменьше, там у тебя ранее ехал. В другом утра, и так прошлепили без сеглами. Очень много свежих сходов. Это у нас за пары стали браться. Раньше никогда их не держали. Ну, только из пасей не успевали. Да, сыро, конечно. Наверное, дискуют. Грубо работает ворона. С кусками все такими. Я вообще думал, здесь треново посеяно. Вроде были всходы, падали лицы, видимо. Но нет, это пары такие. Так еще вот они дисковали, оно все стоит зеленое опять. Поэтому я немного не залюбливаю. Как минимум вот упрятные диски. Слишком они грубо работают. Не, так себе качество, конечно, торопится. Более это большое. Раньше, говорю, порог не держали. Не очень хорошее качество обработки. Уже все зеленеет с летом. Ну и снова через этот кувесик. Выглядит неплохо. Если не меньше прошлогоднего будет, то хорошо. А что делать? Ну ничего, так пойдет, в принципе. Старье еще поднимется. Сыровато, наверное. Да нет, вообще сухое уже. Ну подгон-то идет, тоже тут неплохо так. Подгона много, а так особо больше ее не стало, как бы, конечно. Ну и делать нечего. Воздухом не накормишь. Там обычно побольше, он должна быть. Так видно, вроде стоит хорошо. Ну и здесь подгон. Ну мне надо уже, чтобы к четвертому готово сено было. Ну еще старья Атаву, еще по-триже Атава. У нее вполне хорошо едят. Даже старую такую. Но уже муравейники настроили. Все, погнали косить. Что будет, то и будет. Два дня погоды не сделают. Так себе, конечно. Больше, наверное, побольше было все-таки. Волок виден, это уже хорошо. Продолжение следует... Скажите, ждю! Когда Вы поехали, ты нояб quê? Волок виден! Э括. Продолжение следует...